Ну что, друзья, все последние недели настроение, мягко говоря, ниже среднего. Осенью с депрессией всегда сложно бороться, а во время полномасштабной войны так тем более. Что ни ночь, то мопеды или ракеты. И вроде бы давно привыкли, но когда месяцами не получается нормально спать, всё равно на психике это так или иначе отражается. И да, это ни в коем случае не нытьё, а просто констатация факта. Так сказать, очевидные вещи. Как очевидно и то, что не добавляют настроения и так себе новости с фронта. Где оккупанты, хотя и не быстро, но продвигаются. Освобождён Углидар, один из важнейших укреплённых районов ВСУ на южно-донбасском направлении. И большие подвижки на рубцовском направлении. Даже натовские аналитики признают, что Россия близка к выходу на границы ДНР и ЛНР. Как пелась в известной песне, вышел степь Донецкую, парень молодой. А оттуда по степи только иди-иди до Киева. И вот когда миллионы людей живут со всем этим постоянно, то начинает казаться, что света в конце тоннеля уже нет. Не всем, конечно, но очень многим. И на подобные болевые точки активно давит вражеская пропаганда. Активно продвигая месседж, мол, никаких шансов и надежд у Украины нет. Единственный вариант, который приемлен для нас, это освобождение всей территории Украины с капитуляцией. Как минимум до западных областей Украины. Западные можно дать полякам хрен с ними. Но на самом деле, если трезво взглянуть на нынешнюю ситуацию, то можно сделать весьма очевидный вывод. Тяжело сейчас не только нам, но и противнику. Их проблемы уже не способны прикрыть никакая пропаганда. То есть можно хоть до посинения в студии условного Соловьева кричать на всю страну слово «халва». Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться. Все равно она встанет на колени, никуда не денется. Мы выполнены те задачи. Но вот оккупантам на передовой от пустой бравады слаще не становится. Дело в том, что Путин с Белоусовым гонят боевых скрипоносцев в атаку уже около года. Приблизительное число потерь в ходе таких штурмов во время Авдеевской операции озвучил покойный ныне российский офицер с позывным «Мурс». Скрин-поста некого Мурза, большого друга Тетяны Монтьяны, ее фаворитов, пишет. С октября, от Невельского до Новоселовки. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны. Все услышали? 16 тысяч трупов только на одном участке фронта за несколько месяцев. То есть стирались целые подразделения. Я захочу увидеть уголовное дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдеевку, хотя был сточен об нее полностью, повторяя вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитать хоть чьи-то официальные объяснения того, кто, как и почему гнал на убой питерских мобов. Добавьте сюда еще и раненых при стандартном соотношении 1 к 3, чтобы понять, какой ценой дается России продвижение и победная чепуха по телеку. Мы продвигаемся вперед. Мы продолжаем создавать вокруг новых территорий зону безопасности. Это уже настоящий парад российских флагов на Покровском тактическом участке. Работаем, братья! Вова России! Войну как таковую Россия выиграла. И да, мы в курсе, что мяса у них много. Но вот поверьте, не бесконечно. Поэтому, когда пропагандисты начинают хрюкать о Запорожье или Херсоне, да и просто в выходе на левый берег Днепра... То, что сегодня угледар взяли, гордимся же. Гордимся. Сейчас там они визжат, что он там не стратегически важный. Лапшу на уши вешают. Сейчас чуть-чуть, и мы уже в степях преддепровских. И вот уже левый берег Днепра. Сразу нарисовывается. Хочется рассмеяться всем этим крикунам в лицо. Потому что из студии Москвы языком можно ходить хоть до Берлина. А вот на передовой у оккупантов все больше, что называется, тревожных звоночков. Например, целые подразделения идут в отказ и не желают обнуляться. Мы военнослужащие штурмовой роты 19-го танкового полка 25-й армии. В данный момент мы занимаем круговую оборону. По ту сторону педальцы наши же, которые хотят нас всех обнулить. Они прямо говорят, что после стандартного наступления в живых толком никого не остается. Мы отказываемся выполнять их тупые, необдуманные, пьяные приказы. Потеряют каждый заход 90% личного состава. В данный момент нас осталось мало. И мы находимся под угрозой. Поэтому солдаты РФ, внимание, занимают круговую оборону и готовы сражаться со своими. Сейчас занимаем круговую оборону. Мы не собираемся никуда отступать. Несмотря на все печальные, плачевные моменты. И где-то мы подобный контент уже видели. Ах, точно, незадолго до похода вагнеровцев на Москву. И, конечно, это не значит, что нечто подобное стоит ждать в ближайшее время. Вовсе нет. Но сам факт появления такого контента... Наш комбат... ...очень много сделал плохого, что сейчас люди не хотят идти ни в закреп, ни в штурм. Как бы намекает, что идейных, готовых умереть за руины условного Курахова, с каждым новым штурмом становится все меньше. А вот люди, которые пошли на контракт ради зарплатки и погашения кредитов, быть одноразовым мясом не особо хотят. И это большая проблема для победных фантазий Кремля. Город Запорожье, областной центр российской Запорожской области, находится под врагом. Вот эта вот задача-минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, от чего некуда деться. В любом случае, кто бы что ни думал. То есть с диванов собрать народу можно много. Вот только если этот человек без мотивации, никаких задач он не решит. Крякнуть в посадке много ума не надо. А стране потом еще и бабулес за него платить. Так никаких запасов не хватит. Причем с выплатами проблемы уже начались. Вдове погибшего в Курской области жители Рязани отказали выплате, потому что там не проводится спецоперация. Всем понятно. Если помер в Курской области, на ладу и безлимитный бояршник жена может и не рассчитывать. Ну а если серьезно, подобные финты ушами Кремля явно не от хорошей жизни. Омерзительно это все наблюдать. Омерзительно. Собственно, именно по причине нарастания проблем Путин согласился тянуть на фронт северокорейцев и прочую падаль. Видимо, расчет сейчас на то, что мясо от Ина окажется более мотивированным, чем ответственные новобранцы. Не в самом большом количестве. Ну где-то 100-150-200 тысяч человек просто приехали бы и потренировались, значит, на нацистах. Видали, как Киосаян буквально светится, рассказывая о гостях из Северной Кореи. А ведь именно этот додик годами кукарекал о непобедимых русских богатырях, которые вот-вот дойдут до Одессы. Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России. Но то ли лыжи не едут, то ли вместо горючки у богатырей мистер Сидор оказался. Только приходится теперь гримыки сидеть, да и о корейских кренделях на всю Ивановскую мечтать. Вообще не вижу ничего плохого, хотя по договору, по договору, это могут быть и, грубо говоря, регулярные корейские, северокорейские войска. Потому что, насколько я помню, такого договора у Украины с западными союзниками нет. Это по поводу легитимности. Многие эксперты прямо говорят, что это последняя российская надежда. Ну а если она не сработает? Путин и компания попытаются втюхать народу победу с учетом того, что уже есть. Причем пропагандисты уже начали потихоньку готовить зет-патриотов к столь унизительному исходу. В этой войне мы уже победили, да, я согласен. Но всегда надо готовиться к следующей. А вот для того, чтобы подготовиться к следующей, у нас должно быть понимание, что наша граница, вокруг которой у нас уже стоит вплотную блок НАТО, она увеличилась уже на тысячи и тысячи километров. Это, если вдруг кто не знал, правая рука Рамзаны Кадыровы по совместительству генерала российской армии Абтия Лаудинов. Еще пару лет назад этот смешной овцелюб грозил Украине разгромом. Единственное, что я могу сделать, это сказать, что у нас по всей линии фронта идет продвижение. Уже видим картину, что желания особо против нас воевать на сегодняшний день уже на той стороне нет. Мы уже можем рассуждать на эту тему с позиции победителя. Поэтому можете себе только представить, в каком шоке были ванюшки, услышав от кумиров фразу, что победа уже достигнута. В этой войне мы уже победили. Офигел даже ведущий, после чего позволил себе уточнить, мол, как же так? Это получается, Россия из СВО с оккупированными территориями выйдет? То есть о какой победе может идти речь, если Россия не только до Львова не нашла, но и сдала часть Курской области? Но вот что ответило на это смешное дитя гор. В этой войне мы победили, потому что нам противостоял весь блок НАТО. Мы уничтожили столько ресурсов блока НАТО. Уничтожили те силы и средства, которые нам были противопоставлены. Что в конечном итоге мы же с вами понимаем, что враг сегодня не в состоянии прийти и захватить, скажем, Москву. Что кому не ясно? Как-то Москву взять не могут, значит победа уже имеется. Враг сегодня не в состоянии там прийти и захватить, скажем, Москву. То есть начинали спецоперацию рассказами о разгроме Украины за 2-3 дня. В горячей войне мы Украину победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то, господи? Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. А заканчивают героическим спасением Москвы. Мы правильно понимаем, что вы спасли Москву от страны, которую должны были вынести лишь подняв бровь? Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Но даже не пытайтесь задавать скрипоносцам неудобные вопросы. Все равно в ответ не услышите ничего, кроме нелепого мычания. Сказали сверху о победе кукарекать, и убогие выполняют приказ. Вон Аптиал Аудинов даже на пенсию собрался. Победа же есть, все вокруг прекрасно. Мне кажется, я долг родине отдал, ну и считаю, что я, наверное, уже должен пойти спокойно на пенсию. При этом всем расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно понимать еще вот какой момент. Даже если у России перестанет получаться на передовой, они все равно будут пробовать качать Украину изнутри. Например, на этой неделе мы с удивлением обнаружили, как самые черноротые крикуны вдруг принялись толкать обращение к украинцам. Громодяне, собственно, да, я собирался вас отдельно порадовать, что уголовные дела за размещение видео с беспредельной мобилизацией будут не только против админов пабликов, которые, собственно, это размещают. То есть вот это чучело еще недавно мечтало о том, как хохлы будут замерзать зимой, обнимая поросенка. Перебои со светом, холодно, селянин мерзнет, вынужден, значит, согреваться, обнимаясь с поросенком. А теперь госпоряна свобода слова в Украине страшно беспокоит. Ну просто друг всех простых людей. То есть, условно, вы подписаны на паблик «Трупный инкубатор с Житомера». Туда заливается видео, как очередного мы колу буцкают пятеро. Дальше определяется, кто админ. Он пакуется, получается доступ к каналу. Смотрятся все подписчики. Они все вычисляются и берутся в разработку. Это же, кстати, и Киасаяны касается. Тоже пацан украинскими делами резко озаботился. Власть постоянно ругает, и так ему якобы простых людей жалко. Сейчас хочу обратиться именно к гражданам Украины, которые смотрят, как выясняется, на наш с вами проект. Прогуглите там, посмотрите, что такое Парагвайская война. Она длилась долго. И в конце концов начали призывать 12-летних детей в Парагвай. Так вот, прошло 150 лет с лишним, а Парагвай так и не оправился от того демографического удара. На кого рассчитан этот спектакль для альтернативно отдаленных сказать сложно. Главное, чтобы никто из украинцев не велся на красивые слова, спекуляции, на горячих темах и не питал иллюзий. Вот эти же упыри спецоперацию тоже со слов о спасении начинали. Факт и упрямая вещь. Мы украинский народ спасаем. А потом принялись убивать мирных жителей пачками, бомбить жилые дома, сбрасывать авиабомбы на больницы. Покажу вам сейчас, как сочно прилетело по объекту ВСУ в Херсонской области, это Переславский район. И хлоп. Офигительно. Просто роскошно. Ну просто молодцы. Никто им этого никогда не простит, как бы не переобувалась сейчас государственная пропаганда. Поэтому все пафосные речи переберегите лучше для Гааги, где рано или поздно всегда оказываются как сами военные преступники, так и их пособники у микрофонов. Больше восьми лет. Они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут. Они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!